И Вилл У меня такое вступление долгое Как я должна всё это про тебе рассказывать? Это же ужас Да Да, Вилл Мне проще буквально на улице пробежаться сейчас, пока что у людей нет Чем перед тобой надо снимать Прекрасное начало для видео Оно потрясло Потряслось Чем молчишь? Не мешаю тебе вообще Я не могу Я не могу Я твоя поддержка Ты смущаешь меня Должен быть наоборот Не понимаю, что у меня за Ты грык на голове Будет классно смотреть Ты понимаешь, что меня смотрят взрослые люди Я такая с ушками на видосе И что? Эх, не видно, кстати, в кадре Так тоже Почти Причём, кстати, я видела формат где блогеры-миллионники сидят и вот у них за кадром кто-то сидит Это должно помогать Чё он здесь? А, ты откуда взглянул? Ну, они разговаривали иногда просто с кем-то за кадром Будешь тоже блогеры-миллионников Кстати, думала о том Типа, что будет, если кто-нибудь из кориджа или там из моих старых одноклассников найдёт мой канал Потому что он такой, типа, очень очень личный Хотя он публичный Типа, люди, которые просто меня находят Это одно А люди, которые знают меня в жизни и не знают про мой богатый внутренний мир это другое Но сейчас ты сидишь и не с нёгоком не начать Просто возьми и начни Весь сценарий, который я писала, сейчас пойдёт потому что ты за кадром сидишь И не хочу сидеть в ушках Ты так смотришь на меня Не смотри, можешь через пару минут выглянуть? Мне нужно начать Любленный взгляд Ну пусик, ну накройся, пожалуйста Спасибо Всем привет, ребята Добро пожаловать на моё новое видео Я уверена, что часть из всего того, что я наговорила, я обязательно ставлю Ушки мне эти всё равно не нравятся Я их сниму Всё-таки у меня взрослая аудитория, как я понимаю Изначально это видео я хотела снять про, короче, радостные события в моей жизни, которые повлияли на меня И про людей, которые очень сильно повлияли на меня И Несмотря на то, что У меня антенна на голове Несмотря на то, что Я не планировала делать свой канал каким-то супер депрессивным И рассказывать только о негативе А Такая нить Проследуется Точнее, прослеживается в моих видео Один мой хороший знакомый Под последним видео написал мне о том, что было бы неплохо мне Рассказать о каких-то позитивных моментах И их на самом деле очень много И в том числе и людей Изначально Когда я создавала свой канал Я Знаю, что уже об этом поговорила Но Последнее время сколько, наверное Ну, на скидку Где-то 50 новых человек пришло на этот канал И я повторюсь Где-то, короче Полтора года назад Я наткнулась на видео в тиктоке Девушки, которая Снимала По-моему, на ютуб Как раз-таки такой Видеодневник Без Каких-то смен локаций Просто о своих впечатлениях О своих днях О питании О том, как она проводит время По-моему, она училась тогда на кого-то В общем, я уже не помню Но У меня это Отложилось в голову Как интересный формат Потому что С моего детства Что я смотрела Я не знаю Смотрела какие-то распаковки игрушек Обзор сериалов Свинтука Топлеса Потом Поперечного И для меня всегда типа сидела в голове Что если Вести ютуб-канал Значит, нужно очень много денег Либо Очень интересная жизнь Хотя Ну, в лучшем случае Точнее Самым благоприятным Нужно и первое и второе И когда я поняла Что в принципе Для этого ничего не нужно Я решила, что Ну, наверное Когда-нибудь я тоже возьму За свой ютуб-канал Единственное Что их до этого было Вот до этого канала На котором вы смотрите Их было около четырех Это было Были Летсплеи по Майнкрафту Распаковки резиночек В далеком, наверное, 2017-м Потому что Я была без парика И Мне накупили резины Где-то на Двадцать тысяч рублей И застала Вот эти резиночки Для плетения Это же сестра моя Ровесница Вот И мне, короче, тетя И, по-моему, мой отец Скинулись на них И они вот лежали Мертвым грузом Лет пять Просто Они лежали И пылились Потому что тренд прошел А делать я ничего не делала И потом Меня мама за это очень сильно ругала Еще пыталась снять Меня там загнобили Потому что интернет Это не совсем Доброжелательная В принципе Сеть Хотя Интернет есть сеть Я из-за тебя заговариваюсь Мне очень неловко Сидеть Вот И После этого Я уже снимала в TikTok И вот такими Какими-то маленькими путями Я все хотела выйти на YouTube Но YouTube это все-таки Большой формат И нужно знать О чем ты будешь говорить Хотя бы О чем-то интересном Что может зацепить вас Потому что в TikTok Можно в принципе Снимать все что угодно От еды до Я не знаю Какого-то там Реально прикольного контента По типу Путешествий Вот И Наконец Я набрала сил Но самое неожиданное Для меня стало то Что я Сняла первое видео О том И как у меня все круто И все классно Как Когда я встречала Каких-то людей В своей жизни У которых не было Каких-то типа Проблем со здоровьем Серьезных Они мне говорили Вау Саша Ты так вдохновляешь У тебя вообще нет проблем И преград в жизни Такая классная Я такая Да, да, конечно Но На самом деле Это было не так У меня были какие-то проблемы Какие-то комплексы И при этом При всем я не хотела Чтобы я Создала YouTube канал И такая Ребята У меня вот такая жизнь Все здорово Я смогла и вы сможете Я хотела Чтобы это был Какой-то Мой честный Поначалу монолог Просто формат Говорящей головы О том что Да, в жизни говно Случается Я прошла этот путь Вот так И может быть Какой-то Мой опыт Вам поможет Но это не значит Что ваши проблемы Меньше моих Или это не значит Что я их обесцениваю Вот Поэтому я лишний раз Это проговорю И Вот так вот и пошло Что Мой канал Был все-таки Видеодневником О том Как я пытаюсь Бороться с депрессией И о том Что Мне было очень грустно И я не могла найти Какого-то человека Который также рассказывает Про свою депрессию Как-то честно На тот момент Была Блогерша Я забыла как ее зовут Она еще стала Называть себя Сашей Она появилась позже Я думала Блин вот Если хотя бы один человек Которому Плохо Где-то на свете Дойдет мое видео И он поймет Что он не один То Я буду мега счастливой Вот Так что этот канал Изначально создавался Таким форматом Потом я рассказывала О всем плохом И забыла про то Что в моей жизни Было очень много хорошего Но все равно Это все Свелось К негативному формату Я этого не хотела И вот сейчас Я думаю о том Что Я потихонечку Пытаюсь Возобновить Свой оптимизм Или хотя бы здоровый Взгляд на жизнь И Нужно все-таки Об этом рассказывать Потому что Если мой канал Вдруг смотрят Подростки А его смотрят Судя по комментариям Очень позитивно Спасибо вам за это Взрослые люди То Может Может Кому-то из вас Это поможет Взглянуть На свое окружение И понять Что вы находитесь Где-то не в этой компании Потому что у меня Такое было Ну Приличное количество Раз Что скажете Круто Только побольше В камеру смотри Пупчик Это я У меня привычка Я когда рассказываю Я очень редко Я смотрю Камеру Я когда Общаюсь с людьми У меня тоже глаза бегают Не постарайтесь Да Кстати Еще раз хочу вам сказать Огромное спасибо За то что вы пишите Такие теплые комментарии Я уже морально После того как у меня Видео залетело На 2000 просмотров Котовилась к тому Что вот-вот сейчас Будет хейт Вот-вот сейчас кому-то Что-то не понравится Но сейчас покажет Все спокойно И очень круто И кто-то мне даже писал По-моему в ВК Мы общались Спасибо большое За такую поддержку И блин У меня Немножечко Вот такой вот Синдром самозванца Поэтому Я сейчас такая думаю Блин Я рада Что появились люди Которым интересно О том о чем я рассказываю Но как будто Это не заслуженно Это тоже нужно будет С этим разбираться Возвращаясь к теме Да мой знакомый Написал комментарий Под последним видео Я его куда-нибудь Сюда вот Перекреплю Что Саша Давай что-нибудь Позитивненькое Классное Потому что Что-то вот прям Весь акцент внимания Идет на негатив А так как этот человек Был со мной давно Когда я начинала Вести стримы На Твиче По-моему Тогда он меня нашел Мы с ним сидели Разговаривали Я буквально играла В Майнкрафт И разбирала Смысл жизни Депрессии Типа были очень серьезные Разговоры Просто под Игру Майнкрафт Потом его забрали в армию Он вот Периодически Там раз В три-четыре месяца Появлялся Там что-то писал Вот И сейчас Следит за мной И я думаю Блин ну этот человек Очень хорошо меня знает Очень меня поддерживает Поэтому думаю Да Плюс мне само это интересно Первое что я могу вспомнить Вот После пожара На меня Очень сильно повлияло Плавание Меня мама отдала В секцию Первоначально Для того чтобы я Укрепила здоровье Просто его поддерживала А потом Все Как-то само собой Вышло в то что Я попала в большой спорт Я закалила характер И С учетом того что У моей мамы Была политика Когда После Пожара До я не помню То есть до пяти лет Я не помню Она мне просто Строго Настрого Не разрешала плакать Я понимаю Что это неправильно С точки зрения психологии Да сейчас И это могло Укнуться Какие-то очень Серьезные последствия Но Сейчас Я понимаю Что это повлияло На меня на то что Я вот Сквозь боль И невзгоды Я постоянно Двигалась Постоянно что-то делала Постоянно пыталась Даже в том же Самом спорте Победить И В дополнение К этому У меня Была Очень Классная Тренерша Простите меня Все учители Русского языка Но просто Женщину Тренером Назвать У меня как-то Диссонанс в голове Возникает Которая Да Меня очень сильно Мотивировала И я должна была поехать По-моему в двадцатом Или двадцать первом Году На Чемпионат Мира И потом Если бы там Все было хорошо То я должна была Попасть на олимпиаду Но из-за кое-какого Конфликта Интересов Так скажем Я от всего этого Отказалась Но я получила мастера спорта И ушла из плавания Плавание я по сей день люблю И если мне удастся Я наверное куплю абонемент В какой-нибудь пассейн В моем городе Буду там заниматься И вот на протяжении Всего вот этого пути Пока что я поднималась там С каких-то Маленьких соревнований Городских До соревнований с ребятами У которых тоже инвалидность То есть это уже здоровая Конкуренция Потому что Первые мои соревнования Они были Можно сказать так Для галочки В моем же пассейне У нас были ребята с инвалидностью Но у нас с ними Была разная степень И мне просто говорили Сашка ты молодец Вот тебе медалька Первое место Все иди А потом когда я поняла Что я конкурирую Действительно И выигрываю Медали с ребятами У которых Такая же степень Поражения И я все равно их обгоняю И все равно я Прихожу первой На финиш Вот это стало реально круто И реально мотивировать И плюс спорт Он очень дисциплинирует Когда я не хотела ходить На тренировки Просто потому что я уставала А потом приходила в зал И я уже под конец тренировки Через полтора часа в зале Просто я тянусь на турнике И у меня вот так вот капает пот А я довольна Потому что у меня болят мышцы И я понимаю Что от этого будет результат А еще круче Когда ты потом приходишь на воду В бассейн И ты чувствуешь мышцы И ты чувствуешь потом И видишь улучшение на соревнованиях Это прям очень офигенно влияет на характер А вторым пунктом У меня стоит психология Книги Какие-то статьи Я на самом деле Очень часто слышала От преподавателей Еще в школе По-моему От преподавателей По обществу, знанию и литературе Что-то в духе Саша Вот ты так разговариваешь Хорошо Так вот Описываешь красочно свою речь Кстати, кто-то в комментариях писал Ты вот много читаешь Да? Очень много читаешь И признаюсь честно Я человек, который Прочитал Полностью, по-моему Две книги Первая, которую я помню Это Сейчас посмотрю Что я не назову Думай и богатей Это книжка по Финансовой грамотности И она идет В формате такого Рассказа Какого-то исторического Там Не знаю, насколько там Правдила этот рассказ Но она мне затянула И все равно Я ее не дочитала Я нашла аудиокнижку Последнюю там На 50 минут Это значит где-то Ну, 30 минут Моего чтения И я вот ее дослушала Вторую Я ее вам не назову Я не помню Но Из-за того, что я Была такой Очень Познавательной личностью Меня постоянно К чему-то тянуло Мне постоянно что-то было интересно Я читала Какие-то статьи Смотрела Какие-то видео Даже те же книжки По психологии Я не дочитала до конца Но вот видео Старалась все посмотреть И опять же Спонсор моих видеороликов Евгения Стрелецкая Которая об этом не знает Которую Всем постоянно рекомендую Вот ее видосы Я смотрела Очень много Я их пересматриваю Периодически Чтобы освежить память И это мне помогает И когда у меня В пятом классе По-моему До пятого класса У меня были проблемы С гневом Как я понимаю Сейчас После пожара Меня гнобили В детском саду Даже в моей секции Любимой по плаванию И из того Что я кому-то открывалась Там рассказывала Про то Что со мной случилось При пожаре А для меня тогда Это было очень Больно Рассказывать Не потому что Вспоминать Я не знаю Как вам это объяснить Просто мне не хотелось Это лишний раз Рассказывать И я как будто Каждый раз Когда об этом говорила Мне как будто Сердечко ёкало Я говорю Там человеку Условно какому-нибудь Своему ровеснику Там лет двенадцати Говорю Не рассказывай Пожалуйста никому Если человек захочет Если вот я ему доверю Пусть он у меня сам спросит И потом я узнавала Что об этом Узнавали все Мне становилось Очень больно Очень неприятно Я потом От этого всего Закрылась Плюс Мне гнобили И в школе Я стала прям Очень злая Я на каждое слово Там Злилась Я воспринимала Это обязательно Негатив Я не могла Никак здраво реагировать Но Вступала за девчонок Которых обижали Я потом Была такой Ну не пацанкой Но такой вот прям Бой бабой Я не знаю как это назвать Если это применимо К девочке С пятого класса Я была подруга На тот момент Которая мне сказала Что Саша у тебя Ну ты вот когда Обижаешься И когда мы ссоримся У тебя какие то проблемы Ты очень злая И я думаю Блин а вдруг Это действительно так И потом Я вот летом По-моему пятого класса Или где то так Пусть даже четвертого Я начала сидеть Вот это все анализировать Я думаю Да это неправильно Это не круто Мне помогла книжка Книжка Которая вообще не относится К вопросу гнева К вопросу Непроработанных эмоций Это книжка не ной Она Про вселенную Про деньги Про то Где их находить Как их зарабатывать И какое отношение К деньгам должно быть Но почему то Там такая философия Которая Очень открытая И Которая мне помогла Потому что Она закрывает Очень много вопросов И вот Это было первым Моим таким шагом Чтобы не злиться На весь мир Я не знаю Если вы ее откроете Вы можете ее воспринимать Немножко иначе Чем я Но для меня Это была книжка Которая могла обратиться И она бы ответила Мне на любой вопрос И я кстати Тоже не дочитала Но Постараюсь это сделать Я ее Последний раз Когда доставала Облила кофе У меня теперь все потрепаны Но Книжка реально очень классная Даже если читать Не по прямому назначению Кофем Я сказала кофе? Кофем Кофем Кофе? Да Она не склоняется к кофе Ребята Напишите в комментариях Кофе Или кофем Но кофем Реально звучит плохо Я просто когда заговариваюсь Это человек Который написал Саша я скучаю за тобой Лучше сказать кофем Чем скучаю за тобой Че обалдел? Будем питаться кофем Я сейчас с тебя ногу кину Третьим пунктом Пунктом Который я могу выделить Это Моя семья И мои товарищи детства Признаюсь честно Я Начала сценария Который Практически Весь пропустила Из-за того что у меня там Пупс сидит за камерой Я писала прям четко Дотошно каждое слово Вот эти пункты Я выделила просто Самое важное Самое главное По поводу моей семьи Моя мама меня очень любит Я люблю ее Она вложила в мое воспитание Очень много Она сформировала меня Вот такой прям Непробиваемый Классный Но Мне не хватало от нее Поддержки И мне не хватало От нее Эмоций Так как она Мне была И за отца И за мать У нее сформировалась Такая поведенческая Особенность Что она не проявляла Своих слабостей Слезы своей матери Я Ну не знаю Видела раза три Когда это было при мне И Пару раз Когда там Не знаю Она сидела с гостями Думала что я уже там сплю Все дела Вот Вот И из-за этого Как раз таки Я потом Думала Отчасти Решала проблемы Со своей агрессией Потому что я Подавляла эмоции И не умела их выражать Потом Я пыталась Как тут Эту злобу Понять Куда ее деть Как ее решить Смотрела очень много видео И вот постепенно От этого избавилась Но характер Она мне сформировала Да И Не знаю насколько Это Правильно говорить Но Я думаю что Лучше так Чем я Превратилась бы В какого-то нытика Который Говорил бы Блин я такая бедная Несчастная Пожалуйста пожалейте мне Кто нибудь И все таки Мама отдала мне На секцию по плаванию И Что последствия Очень сильно на меня Повлияла А по поводу Каких-то друзей Детства Были люди Которые В моей жизни Задерживались Ненадолго Там я не знаю Ездила куда-то В санаторий Там появлялись Какие-то девочки Мальчики Ну по большей части Девочки Которые Были и ни на кого Не похожи До сих пор Помню девочку Которая была Со мной в санатории Которая была Очень тактичной А тактичные Дети Это Просто Это 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 такая редкость Неописуемая Она со мной общалась Где-то недели две А потом Аккуратно Прям Там чуть-чуть Я не спрятала глаза в пол Чтобы меня не задеть Она говорит Саша вот можно тебе Задать такой вопрос Прости там Если тебя это обидит Мне вот интересно Что с тобой случилось Там что-то в этом формате Было Хотя По сравнению с тем Что меня обычно спрашивали Там типа Привет Как тебя зовут? Там Меня Вика А меня Саша А что тебе с лицом? Ну что-то в таком формате И вот такие вот люди Такие точнее дети На тот момент Они Ну Давали мне понять Что у них все дети злые Обиженные И Токсичные Вот Были также примеры Не совсем добрые Классные Когда я понимала Что нужно быть осторожней Там например Не подпускать Не подпускать сразу людей К себе Тем более Своих ровесников Вот И конечно Очень многого Я уже не помню Потому что Из-за моих всех Переживаний Из-за моего Постоянного Прокручивания Ну депрессивный эпизод Вот такого Как сказать Ближайшего прошлого Я очень многое Забыла И плюс У меня были эпизоды В жизни Когда Я волновалась Там в школе У меня был мальчик Который на тот момент Мне по-моему нравился И он написал Мне и моей подруге Что Блин Мне мама Отдает дедом Все Всем пока И причем По-моему пошутил Что-то такое Типа вот За плохие оценки Подал это все С полной серьезностью Я за него переживала У меня по-моему Тогда была паническая атака Я общаюсь со своей подругой А у меня память На ближайшие полгода Просто отшибла Которые были То есть у меня В этом плане Очень умный Классный мозг Который в случае чего Нахуй мне все обрубает Но Из-за этого У меня были такие вот прям Большие провалы в памяти Конечно они потом Частично Усполняются Но все равно Я об этом И маме рассказываю Кому только Не рассказывала В общем вот Зачем вот так Все сделать Чуть лица такое грустное Что с тобой Не грустная В общем Такой прям Как будто заплачет сейчас Я сижу Такая в точку Следующим пунктом Предпоследним Но Давай быстрей Прости Отсорвайся Предпоследним Но не самым Из-за тебя забыл Очень хотел сказать Предпоследним Но не менее важным Идет Недавняя моя встреча С друзьями И товарищами Девушки Моего брата Моему брату 30 лет Поэтому девушка У него тоже взрослая Которая на меня Повлияла Потому что Ее окружение В целом Она Прилично Зарабатывает То есть это Такой стабильный Средний класс И С учетом того Что я не могу Сказать что Я бедно живу Я снимаю На Достаточно дорогую Камеру У меня позади Ноут У меня есть телефон Есть интернет Есть свое жилье Ну точнее Жилье моей мамы Но В плане Каких-то Хотелок И Чересчур Больших Излишеств У меня их нет Вот Например Я не знаю Мы не можем Спонтанно взять И затеять Ремонт в квартире И Когда я Общалась С этими людьми Которые Ну вот Прилично зарабатывают У них свой Шикарный дом У них там Два Применых То Они там Общаются Я общаюсь с ними Наравне Потому что Мне Со взрослыми Людьми У которых Естественно Не Пыль в голове Очень интересно Общаться Интереснее Чем с ровесниками Потому что У моих ровесников Чаще всего В голове Пока что Вот какие-то Тусовки Алкогольные Не алкогольные Там Запары Насчет Домашки Но никак Не мысли О смысле жизни Там И Профессии В которые Они хотят Например Окунуться Я с ними Пообщалась И поняла Что В принципе Вот эта вот Жизнь Которая для меня Казалась Такой далекой И недосягаемой Вот этот вот Космический уровень Да Он не так далек И Я поняла К чему Не стоит Тянуться И Не знаю Как вам С этим сравнить Точнее С чем Это сравнить Это как Если вы Мечтаете О какой-то Машине Достаточно Дорогой Для вас Съездить И попробовать Ее просто На тест Драйв Просто Посидеть И покататься Я думаю Что большинство Из вас Это Замотивирует И вы как-то Начнете Перестраивать Немножечко Своё мышление Чтобы Не знаю Получить повышение На работе Найти где-то Деньги Как-то Откладывать Начать Вот то же самое Произошло И со мной Я поняла Что вот Вот это Какая-то Недосекаемая Жизнь Что этих людей Все круто И классно Они не родились Богатыми С золотой Ложкой Во рту Да И Значит Есть к чему Двигаться Плюс Эти люди Решили мне Помочь Я не знаю Насколько Это правда Подруга Вот как раз Таки Девочки Моя брата Потому что Не хочу Называть имена Сказала Что типа Поможет мне С новым париком Я буду ждать Потом Если что Вам отчитаюсь Так что Мир Не без добрых Людей Давай Ты Вырезаешь То что Ты где-то Запнулась Ну Чаще всего Да Типа Вот эти моменты Пока что Я не начала Новый абзац Я буду их Вырезать Либо что-то Оставляйтесь Это будет смешно Прикольно Просто Понимаешь Из-за того Что типа Я могу Вести себя По-разному Я могу Вести себя Как будто Мне пять лет Типа Баловаться А потом Рассказывать Про смысл жизни Там Психологию На время Рыгать И материться Я не знаю Кто меня будет Смотреть Это просто Это Ужас Потому что Хотя с другой стороны На мой канал Тогда не подпишутся Старые Пораженные Стереотипами Люди Так Последний пункт Я потом Выделю Еще кое-что Это моя подруга Даниэль Который Небольшие Разлады С моим Молодым человеком Который сидит За кадром Но все-таки Я не могу Ее не упомянуть Потому что Это человек Который Я не знаю Почему Я уже не помню Мы с ней Просто ссорились Период Моего Моей попытки Перейти на тот свет Вот Но Этот человек Меня прям Вытаскивал Она меня направляла Она меня старше И по-моему 22 или 23 года 23 по-моему Исполнилось Недавно И она тоже умная Не по годам Это человек Который мне во многом Помог И помог Навести меня На мысли О том Что От некоторых людей Мне нужно избавиться Поясню Почему навести Если вы будете Людям давать Непрошенные советы То они вас Не услышат И Она меня пыталась Как раз таки Навести Как это делают Психологи Они его не могут Точнее могут сказать Что вот проблема В этом В этом В этом Но вы не услышите Это Они должны вас Плавно к этому Подвести Чтобы вы сами Это осознали И тогда это может Сработать И вот этот человек Она пыталась Всеми методами И не методами Сначала говорить Точнее сначала Наводите потом Говорить Но все равно Она мне Прям очень сильно Помогла И Как бы я Не пыталась Это отрицать Но Ну и точнее Даже Казаться быть Супер сильно Независимой Но все-таки Люди Это существа Социальные И совсем без людей Я думаю Было бы туго И это человек Который Ну Был Очень надежным Плечом И на который Я во многих Смыслях Полагалась Сейчас у нее В принципе Поменьше Свободного Поддержку И самое что Интересное Мы с ней Познакомились Она была По-моему Менеджером Интернет-магазина В соцсети Которую Нельзя произносить Вот И мы с ней Списались Я написала Что-то Типа Хэй Привет А вам не нужен СММщик Я вот Такая вот Классная Буду оформлять Вам истории И настраивать Рекламу Причем Я тогда Ну СММ Менеджер Это было Очень далеко От для меня Слова Там Оформлять истории Еще плюс-минус умела На таком Любительском уровне Я сейчас не знаю Откуда у меня взялась Такая уверенность Себе Но Даня на тот момент Уже Где-то Не знаю То ли она Курсы проходила Короче Она умела Этим заниматься И в итоге Мне ответил Не создатель И основатель Этого магазина А она И мы с ней Что-то заобщались Пришли в личку Она потом уволилась Этого магазина Мы с ней Прям Просто И не знаю На сообщении Что как по массу Прям Изначально И По щелчку пальца Сколько мы с ней Уже Два или три года Знакомой Общение так Плавно идет Как будто мы с ней Не знаю Знакомы были Еще с прошлой Жизни Вы не видите Но мне молодой человек Сейчас показывает Вот так И еще На ногах Большими пастцами Тоже вот так Что все круто Все классно Из того Что могу дополнить Сейчас Конечно же Из позитивных Людей И позитивных Моментов Это Мой самый Любимый Мужчина Который Сидит За кадром Который Сейчас делал Очень серьезное Лицо Мне стало страшно В общем Мы познакомились На Сервеле 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 В дискорде Где Искали По-моему Тиммейтов Там же А да По-моему Искали тиммейтов Потому что Там Короче Было два раздела Первый С поиском Тиммейтов Второй С поиском Ну во второй Ты заходишь Там просто Типа Ищу Классную Девочку Которая Померчит В дискорде А на следующий День Приедет Поняшится Со мной Ладно Спасибо большое Вот Мы с ним Списались Самое Что интересное Он написал Что ищет Тиммейта Для того Чтобы пройти Катакомбо Ну кто Играет Доту Тот поймет Я написала Ему Мы договорились Зазвониться А я забыла И потом Если бы Сережа Не написал То мы бы Не продолжили общение И уже как бы Прошло Чуть больше Трех месяцев Он Четыре уже Ты откуда знаешь Ты считаешь Что Откуда знаешь Если не считаешь Ну скажи Да потом Вот И в итоге Тоже по филочку Пальца Мы с ним общались Он с Ростовской области Я с Москвой И он вот сейчас Слежит на пледике Кайфует По трусовым пледам С сердечками Так что Когда мне человек Сказал Что Я была грустная И я говорю Блин Что-то у него Как-то так фигово Ну ладно И он говорит Расскажи Что случилось Я такая Нет Мои проблемы Это мои проблемы Он такой Твои проблемы Это наши проблемы И я такая Ооо Меня прям разгрузило Типа Когда ты можешь Разделить проблемы И когда ты так же Можешь помочь человеку Это очень круто Потому что Сейчас Необязательно За сравнение Но потому что В моих прошлых отношениях Которые Я считала Прямо Очень серьезными Я сказала Это человеку Ну это типа Женская логика Я такая Мои проблемы Это мои проблемы Он такой Ну ладно И я такая А что в смысле Меня никто не погладит По голове И скажет Что нет Это не так Хотя по-моему Поначалу Хотя по-моему Поначалу Человек мне пытался Помочь Потом Просто По щелчку Подменили Из-за плохого Опыта В отношениях Когда я общалась С человеком Он был Вот таким Просто Как будто Я не знаю Как будто У него нет Недостатков Проходит Два месяца И он Пророщается Просто В беса Черта Я просто Боялась Что Я не знаю Начну Строить отношения Все пойдет Так же Само Что все люди Типа Так же Само Вообще Можно говорить По тому же Пойти Ребята Вот Я боялась Что все люди В том числе Точнее В особенности Молодые люди Просто будут Выдавать Какой-то Образ А потом Меняться Но оказалось Что нет Я сейчас Просто Искала Медь Нашла Бриллиант Это просто Это Неописуемые Чувства Так что Подводя итоги Я могу Сказать Что Большинство Я пропустила Каких-то Людей Моментов Но это вот Ключевые события Которые происходили В моей жизни Если вам было интересно Я рада Напишите что-нибудь В комментариях И спасибо большое Что у вас уже Больше 100 человек У вас 120 На момент съемки Этого Видео Я была очень рада Когда я выпустила Последнее Смотрю А вас уже 100 человек Щелкнула глазами А вас уже 120 Пишите в комментариях О чем вы еще хотели Поболтать Или задавайте Любые вопросы Я на них Постараюсь Все Всем пока Хочешь сказать что-нибудь Всем пока Голос такой Вратальный У вас всех мальчиков Типа такой прикол Когда с кем-то Незнакомым Разговариваете Или ты Ты вот с парнями Ты сидишь На этой Пой Алё 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 Пусечка Пусечка Потом садишься За комп И такой Алё Алё 45 минут 46 Я сейчас С тебя ногу кину Я не знаю Окей Продолжение следует...